В своих произведениях Людвиг Осетский создавал летопись страны, отражая знаменательные факты и запечатлевая будни соотечественников. Большим творческим достижением художника стали драматические серии о героизме белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, о революционных событиях и строительстве новой жизни. Последний период творчества его произведения наполнились размышлениями о сущности бытия, мести и значении человека в жизни. Для того, чтобы сделать работу, например, с моряками, он был в Севастополе и с ними долго жил. Для того, чтобы сделать Минское подполье, он очень много ходил в музеи Великой Отечественной войны, Минское подполье изучал. Он ушел из жизни в 2005-м. 9 мая художнику исполнилось бы 90. Супруга знаменитого творца Валентина сегодня живет памятью о Людвиге Петровиче. Женщина 40 лет проработала учителем изобразительного искусства и черчения в столичной школе. В этом интервью мысленно вернулась в прошлое. Последняя его мастерская находилась в нашем доме, улица Сурканова, 40. Мы жили на седьмом этаже квартиры, а мастерская была на девятом. Работа с утра уходил, проводил меня на работу. Я учительница в школе работала. Он меня проводил до остановки на троллейбус и шел в мастерскую. И работал сколько бы позволяли сил. Наш выдающийся земляк входит в блестящую плеяду белорусских мастеров. Известность художнику принесла работа в станковой графике и книжной иллюстрации, где он проявил себя как художник со своим индивидуальным видением и стилем. Семья подарила нам множество экстампов с его работ. Он работал очень сложной технике, гравюру с сухой иглой. Это требует невероятной кропотливости и даже большой физической силы. Тем не менее, он такой был трудолюбивый, очень ответственный. Его детство и юность прошли в Бобруйске, а путь в искусстве начался со скульптуры. Сначала он начал лепить из глины. Во время войны в одном из разрушенных домов на окраине Бобруйска Людвиг Осетский нашел масляные краски и стал рисовать. Своё первое художественное образование он получил в изо-студии Беляева при Доме пионеров Бобруйска, где учился вместе с будущим народным художником Беларуси Георгием Поплавским. У меня есть книги Осетского, к сожалению, без подписи, потому что лично, близко, я с ним не была знакома. Разный возраст, разное поколение. И я очень горжусь нашим городом. Благодаря студии Беляева, благодаря таким, как Осетский, Поплавский, Марченко, у нас в городе как бы был целый пласт художественной культуры. Именно поэтому на базе вот этого пласта художественной культуры в 1977 году открылся выставочный зал, в 1978 году художественная школа, теперь школа имени Владимира Александровича Намарата. В экспозиции «Хроника жизни. Летопись страны» представлено свыше 40 произведений оригинальной графики из Собрания Национального художественного музея Республики и фондов Бобруйска. Выставка продолжит работу до конца мая. Елена Кутузова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.